Всем привет, меня зовут Амир Касьенов, я главный редактор информагентства АКОСТАК. В ближайшие минуты я расскажу вам о главных событиях минувших четырех дней. Прежде чем я начну, прошу вас поставить лайк этому видео, потому что чем чаще вы это делаете, тем активнее YouTube продвигает наши видео в своих рекомендациях. Поехали. На попавших на видео полицейских возбудили уголовное дело о коррупции в Алматы. Об этом сообщает антикоррупционная служба. 17 мая 2024 года в социальных сетях размещена видеозапись неизвестного автора, в котором зафиксирован факт передачи денежных средств сотрудникам полиции Южной столицы. Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию и зарегистрировала досудебное расследование в отношении сотрудников департамента полиции Алматы по факту получения взятки за непринятие мер административного характера в отношении иностранного гражданина. Расследование продолжается, говорится в сообщении в понедельник. Видео с передачей денег полицейским ранее распространил телеграм-канал и гофпресс. На кадрах полицейские на вопрос, куда положить деньги, отвечают, что их можно положить в карман автомобильного кресла. На видео попал и государственный номер полицейского авто 1241. В Актау суд отменил оправдательный приговор сыну полковника полиции по делу о синтетике. Синтетики оправдательный приговор Нуржану Арынову, сыну заместителя начальника департамента полиции Западно-Казахстанской области Талгата Арынова, отменили в Актау, сообщают наши коллеги из издания «Лада». 4 июня в Мангостаусском областном суде рассмотрено ходатайство прокуратуры области в отношении сына заместителя начальника департамента полиции ЗКО, обвинявшегося в сбытии наркотиков. Судебная коллегия по уголовным делам суда отменила оправдательный приговор суда присяжных, говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что дело направили на новое судебное рассмотрение. Сын полковника находится под стражей. Напомним, Нуржан Арынов обвинялся в сбытии наркотиков. 15 мая его оправдали в суде. Костак сообщал, что следствие вину сына замглавы полиции ЗКО сочло доказанное свое решение, копия которого имеется в распоряжении агентства Костак. Суд мотивировал вердиктом присяжных. Сотрудник финразведки Казахстана осужден за разглашение государственных секретов. Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент гражданин Ка осужден по части 3 статьи 185. Незаконное разглашение государственных секретов у КРК к 5 годам лишения свободы сообщили в пресс-службе главной транспортной прокуратуры во вторник. Согласно информации надзорного органа осужденный сотрудник агентства по финансовому мониторингу. Это преступление было квалифицировано как одно из наиболее серьезных угрожающих безопасности государства. В ходе судебного разбирательства прокурор представил убедительное доказательство того, что сотрудник на протяжении года передавал секретные сведения третьим лицам. Предотвращение таких преступлений является одной из приоритетных задач для правоохранительных органов. Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве. Зампред комитета МКС осужден в захищении выделенных 105 миллионов тенге на цифровой Казахстан. Заместитель председателя комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта осужден в захищении выделенных 105 миллионов на государственную программу «Цифровой Казахстан», сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. Заместитель председателя комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за хищение более 105 миллионов тенге, выделенных на разработку информационной системы. В рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан», говорится в сообщении в понедельник. Следствием установлено, что хищение осуществлялось путем выделения и перечисления бюджетных денег на техническое сопровождение информационной системы, единый электронный архив документов, повторно используя терминологию в сфере компьютерных технологий на уже выполненные работы. При этом техспецификация информационной системы ранее разработана и введена в эксплуатацию самим подрядчикам с принятием обязательств по гарантийному техническому сопровождению. Однако руководство комитета, выделив на уже выполненные работы бюджетные средства, повторно перечислило их разработчику информсистемы по фиктивным актам выполненных работ, уточнили в ведомстве. Как отмечается, похищенные денежные средства направлены на приобретение дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, которое с целью сокрытия преступного происхождения и введения в законный оборот оформлялось на доверенных лиц. Суд приговорил заместителя председателя комитета и руководителя IT-компании к 6,5 годам лишения свободы, с взысканием причиненного ущерба, лишения госнаград, пожизненным лишением права занимать государственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 7 лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в АФМ. Принадлежавшие отцу Кулебаева нефтяной терминал вернули государству, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры. По иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 га стоимостью 66 млн долларов, находящаяся в акватории Октавского международного морского торгового порта. Иск заявлен в целях возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного изъятия собственности иностранного инвестора компании, принадлежащей Оскару Кулебаеву, говорится в сообщении во вторник. Указывается, что в 2011 году нефтяной терминал отчужден в собственность компании Кулебаева. Отмечается, что 26 февраля 2024 года решением специализированного Межрайонного экономического суда Монгостовской области иск прокурора города Алматы удовлетворен. Нефтяной терминал возвращен в собственность государства. Судебный акт вступил в законную силу. Оскар Кулебаев – это отец взятия экс-президента Нурстана Назарбаева Тимура Кулебаева. Уголовное дело по необоснованному присвоению спортивных званий возбуждено в Казахстане. Об этом сообщает антикоррупционная служба. В ходе мониторинга социальной сети изучено видеообращение казахстанского бойца смешанных единоборств Ашимова о необоснованном присвоении лже-спортсменам спортивных званий заслуженного тренера Республики Казахстан и мастера спорта международного класса Республики Казахстан. Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию и зарегистрировала досудебное расследование. По представлению агентства, лже-спортсмены лишены спортивных званий, говорится в сообщении во вторник. Как отмечается, по итогам внешнего анализа коррупционных рисков агентством в адрес Министерства туризма и спорта внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков. Рекомендовано ратифицировать международные стандарты об ответственности за злоупотребление в спорте, централизировать финансирование спорта высших достижений, внедрить национальную цифровую платформу eSport, содержащую полные данные по лицам, занятым в сфере спорта, инфраструктуре, спортивным мероприятиям и достижениям, позволяющим оценить результаты финансирования спорта высших достижений. Это предусматривает создание единого хранилища данных о спортсменах, инфраструктуре, соревнованиях и достижениях и позволит исключить коррупционные риски в сфере спорта. Досудебное расследование продолжается, добавили в антикуре. Системные коррупционные риски вскрылись в сфере здравоохранения Казахстана. Об этом тоже сообщает антикоррупционная служба. По результатам внешнего анализа установлены коррупционные риски на всех стадиях оборота лекарственных средств и медицинского оборудования, начиная с процесса планирования объема закупа лекарств и медицинских изделий, их приобретением до сервисного обслуживания медтехники и заключения долгосрочных договоров, офтайк-контрактов с отечественными товаропроизводителями. Выявлены факты завышения потребностей лекарственных средств, стоимости приобретаемых товаров и услуг, несвоевременного закупа вакцины от различных заболеваний, закупа невостребованного оборудования, а также начисление необоснованных выплат. Говорится в сообщении антикора в понедельник по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере медицины и формации, проведенного ведомством. По данным антикора, как показал анализ, к причинам перечисленных фактов относятся недостаточная автоматизация механизмов, планирование закупа, несовершенство информационных систем и баз данных, отсутствие конкуренции среди поставщиков, дискрепционные полномочия должностных лиц, ненадлежащие ведомственные контроли и другие. За последние три года расходы государства на систему здравоохранения увеличились в полтора раза и составили 5,8 трлн. В 2021 году они были 1,6 трлн, в 2022 – 1,7 трлн, в 2023 году – 2,5 трлн. В 2027 году долю расходов на медицину в общем объеме ВВП планируется довести до 5%, в 2023 – 3,8%, сказано в сообщении. Вместе с тем, добавили в антикоре, коррупционные проявления и многочисленные финансовые нарушения снижают эффективность государственных мер, направленных на развитие данной сферы. По итогам анализа, 17 апреля агентством совместно с Министерством здравоохранения утверждена дорожная карта по устранению выявленных коррупционных рисков, добавили в ведомстве. Известный казахстанский журналист Гульжан Ергалиева заявила о возможном подкупе присяжных по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева за 200 млн. тенге, передает корреспондент агентством. Вот это поворот. Эта женщина была задержана антикором за получение взятки в 200 млн. тенге, якобы предназначенной для присяжных в деле Бишимбаева. Затем она заявилась домой к родителям Бишимбаева. Есть видео, пока не ясно. Зачем она заявилась домой к родителям Бишимбаева? Есть видео, пока не ясно. Они же и вызвали правоохранительные органы. Это я сегодня увидела на канале Иртезбаев Live. Написала Ергалиева в воскресенье на своей странице в социальной сети. В связи с этим журналист задалась рядом вопросов. То ли еще будет, как далеко пойдут следственные органы, чтобы размотать этот странный клубок с временным помешательством Казахстана на обычном бытовом убийстве? Или это была только иллюзия? Массовый интерес к делу Бишимбаева, созданный путем крутых интернет-технологий неких российских айтишников, которые окопались в одном из центральных отелей Астаны на весь почти полугодовой период этого сериала. Ясно, что здесь не обошлось без инициативы управления астанинских властей. Кого конкретно? Это будет похлеще любой коррупции. Манипулирование Токаевым, законом, обществом, присяжными и судом, добавила Ергалиева. Напомню, в ноябре 2023 года жестоко убита Салтанат Нукенова. Виновным суд признал ее гражданского мужа, экс-министра нациэкономики Конды Кабишимбаева и осудил его к 24 годам тюрьмы. Директора гастроцентра Бахджана Байжанова, родственника, экс-чиновника, суд признал виновным по статье 432 укрывательства преступления УКРК и приговорил к 4 годам заключения. Олигарх Кайрат Бурамбаев переизбран на пост главы Национального паралимпийского комитета. Друзья, единогласным решением представителей паралимпийских федераций, я был избран на должность президента Национального паралимпийского комитета, написал Бурамбаев на своей странице в социальной сети. Это второе переизбрание олигарха на посту главы комитета, которым возглавил в 2016 году. Первое переизбрание было в феврале 2020 года. Напомним, Бурамбаев 31 марта 2023 года был приговорен к 8 годам заключения. 14 сентября Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что Бурамбаев вернул государству активы на 120 миллиардов тенге. 15 сентября бизнесмену сократили срок лишения свободы до 6 лет заключения. 14 октября Костак сообщал, что 100% акций нефтяной компании OfficeTech2 в Мангасовской области, которую связывают с Бурамбаевым, подарили государству. До 2 мая сообщалось, что против Бурамбаева расследуют уголовное дело еще по двум статьям Уголовного кодекса. Перекредитованности в Казахстане нет, считает председатель Национального банка Тимур Сулейменов. Перекредитованности в Казахстане нет, но регулировать и внимательно отслеживать уровень потребительского кредитования точно нужно, заявил Сулейменов. По его словам, это касается и банков, и микрофинансовых организаций, и так называемых PDL – кредитов до зарплаты. Судейский скандал разгорелся в профессиональном боксе Казахстана после поединка между отечественными бойцами Виктором Катачиговым и Мирасом Иртановым. Я свой бой полностью выиграл, но мне победу не отдали. Было несправедливое судейское решение. Хочу, чтобы комиссия пересмотрела этот бой и отдала настоящему чемпиону, а этих судей, которые там судей, отстранили и наказали их, потому что сейчас очень много спортсменов страдает от несправедливости судей. И то, что мы закрываем на это глаза, много молодых спортсменов бросают спорт, страдают из-за этого, ломаются их судьбы. Так что давайте, друзья, пусть все будет по справедливости. Хазахстан алга. Казахстанский спорт пусть расцветает, сказал Катачига в своем видеообращении, опубликованном в понедельник. Бой проходил 1 июня в Южной столице в рамках вечера профессионального бокса на ADD Arena в городе Алматы. Состоялся турнир по боксу. Организованный промоушен HASS Pro Boxing. В главном бою за Агрампре соревновались два титулованных боксера. Виктор Катачигов и Мирас Иртанов. На турниры были зафиксированы серьезные проблемы с судейством, что вызывает большие сомнения в объективности и честности принятых решений. Организаторы мероприятий и судей, похоже, преследовали личные интересы, что недопустимо в профессиональном боксе. Спортсмены, посвятившие всю свою жизнь спорту и вложившие в него невероятное количество труда и усилий, не должны сталкиваться с предвзятым судейством. Такие действия не только подрывают доверие к турнирам, но и наносят ущерб карьере спортсменов, говорится в заявлении в числе авторов которого выступил и титулованный казахстанский боксер Рустам Ргибаев. В заявлении отмечается, что трансляция боя была неожиданно прервана на шестом раунде из восьми. Причины этой неполадки не были объяснены, что только добавляют к подозрениям в нечестной организации турнира, сказано в заявлении. Авторы призвали Федерацию бокса Казахстана пересмотреть решения судей, принятые на турнире 1 июня, а также включить независимое судейство для обеспечения честного и объективного результата. Спорт должен оставаться честным и справедливым, и такие случаи недопустимого поведения нужно искоренять для сохранения его целостности и репутации, подчеркивают боксеры. В разговоре с редакцией Кастак Рогибаев выразил мнение, что такие ситуации дискредитируют спорт. Только начались такие интересные бои до этого момента, если сами помните, постоянно шутили даже, что за таксист приехал. Здесь вроде такие же хорошие бои начались, когда судейство вот так вот подводит. Профессионалинма не хватает, надо с судейством что-то решать. Объективно победил Катачигов, сказал Рогибаев, также призвав пересмотреть итоги боя. Вместе с тем, представители боксерского сообщества выражают мнение, что в Казахстане нужен специальный закон по примеру развитых западных стран, который регулировал бы такие скандальные моменты и не наказывал бы нечистых на руку участников спортивных мероприятий. Редакция Кастак предлагает всем компетентным структурам, ответственным за регулирование сферы бокса, считать данную публикацию запросом комментариев, касательно описанной ситуации. Угрожающие нацбезопасности соцсети будем блокировать, заявила министр культуры и спорта Аида Балаева. Соцсети, распространяющие противоправный контент, угрожающие национальной безопасности, игнорирующие рекомендации Министерства информации, будут частично либо полностью блокированы на территории Казахстана, приводят слова Балаевой, сказанные на площадке АФМ онлайн 2024, телеграм-канал Саджан Грам. Спикеры обсуждали интернет-мошенничество, финансовые пирамиды, правила поведения в социальных сетях, советы блогерам по легальному ведению бизнеса и другие. Основная аудитория – молодежь. Планировалось, что в онлайн-площадке подключится 35 вузов. Дочь пресс-секретаря Путина получила ИИН в Казахстане и возможность обходить санкции. Об этом сообщает «Настоящее время» речь идет о Елизавете Пескове, дочери Дмитрия Пескова. Полная тезка дочери пресс-секретаря президента России Елизаветы Пескова получила индивидуальный идентификационный номер в Казахстане. Даты рождения также совпадают, сообщает расследовательский проект «Система». Отметено, что данные найдены в онлайн-реестре Национального удостоверяющего Центра Казахстана и других баз данных. Журналисты предполагают, что Елизавета Пескова получила ИИН до сентября 2022 года, так как номер приписан к Управлению государственных доходов по городу Нур-Султан. Столица вновь получила прежнее имя Астана в сентябре 2022 года. Дочь пресс-секретаря Путина в марте 2022 года подпала под санкции США и еще через несколько месяцев Евросоюза. «Настоящее время» пишет, что после начала войны между Россией и Украиной, россияне стали массово оформлять ИИН в РК, чтобы открывать счета в местных банках и обходить наложенные ограничения виза и мастер-карт. Казахстанцы вновь предупредили об ответственности за Адраспан в России, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. В связи с увеличением потока граждан, выезжающих в период отпусков на территорию Российской Федерации, во избежание уголовной ответственности Генеральная прокуратура предупреждает граждан воздержаться от перемещения указанного растения через государственную границу Российской Федерации. Говорится в сообщении в субботу. Указывается, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, растения Гармала, Адраспан включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры. За незаконное перемещение указанного растения через государственную границу Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 5 лет или без такового, и с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, а завоз растений в особо крупном размере, лишение свободы от 15 до 20 лет, сказано в сообщении. Напомним, что 29 апреля Кастак со ссылкой на пресс-службу МВД предупреждал о том, что казахстанских водителей начали задерживать за Адраспан в России. Такими были самые интересные новости минувших 4 дней. Я желаю вам удачи и только хороших новостей, чтобы не пропустить следующие выпуски. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы он стал сереньким, чтобы получать соответствующие уведомления. Конечно, делитесь этим видео, лайкайте его, это тоже очень серьезно помогает продвижению нашего канала. Я желаю вам всем добра, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok